добрый день друзья с вами как всегда я олег дубовой я приветствую вас на канале пасека у реки сегодня я хочу ответить на вопрос который мне время от времени задают буквально на днях мне позвонил мой подписчик мой тезка зовут его тоже олег пчелами он занимается третий год это зимой он потерял 6 пчелосемей из десяти и в этом сезоне хочет восстановить свою пасеку и вопрос вот такой как правильно разделить семьи сделать отводки без поиска матки потому что как он мне говорил сейчас у них в тени плюс 45 я понимаю что если она солнце значит 50 и более пасека у него как и у меня стоит на открытой местности потому что другой местности его там нет нет возможности поставить другую местность перед я понимаю что если я такую жару сейчас буду искать матку то я потеряю и те семьи которые у меня остались и правильно он понимает потому что в большую жару лазить в улик и по одной рамочке монотонно все перебирать можно перебираться до того что остаться без расплода почему остаться без расплода но эта тема для другого видео хотя каждый человек может догадаться почему он может остаться без расплода а в этом видео я расскажу как без поиска матки разделить семью или сделать отводок способов много но я поделюсь двумя способами которые более менее в зависимости от необходимости я сам лично использую и которые многие года показали положительный результат итак способ 1 мы пришли на пасеку семья наш развивается хорошо гнездовой корпус полон расплода и мед уже пчелы носят скоро качать будем так что мы делаем снимаем медовые корпуса и берем подготовлены еще один корпус с этого гнездового корпуса достаем 3-4 рамки с расплодом все зависит от того на сколько рамок у вас корпуса на 12 на 10 на 8 то есть вы уже там должны сами смотреть сколько у вас есть расплода вот берем 3 рамки расплода предварительно с рамок струшу им всю пчелу струсили ставим в новый корпус струсили ставим новый корпус ну струшу не смотрим чтобы тут матка нигде в уголок не застряла все этот корпус расплод сдвигаем на середину и доставляем сюда сушь ващина что у кого есть я обычно ставлю сушь чтобы матка не ждала пока и пчела ващину оттянет а сразу начинала работать и так ставим разделительную решетку и ставим сверху наш подготовленный корпус дальше сверху сверху ставим еще одну решетку но у меня маленькая вырезанная нету я много их не нарезал пока мясо не мне большом количестве не надо в общем вы поняли ставим разделительную решетку и сверху ставим медовые корпуса и возвращая уходим и возвращаемся на пасеку на следующий день вот и наступил следующий день и и он по моему дождливый капает дождик так что будем работать быстро убираем медовый корпус убираем разделительную решетку и убираем наш отводок отводок у нас готов здесь достаточное количество пчелы чтобы согревать расплод который здесь останется единственное что нам останется это подселить сюда матку как подселять матки я неоднократно уже рассказывал на своем канале повторяться я не буду достаточное количество видео есть оставлю ссылки кому интересно проходите и смотрите как подселить матку чтобы ее не убили все это идет на новое место сюда мы возвращаем медовые корпуса как видите способ быстрый надежный переходим ко второму способу итак второй способ приходим на пасеку день у нас тоже не солнечный продолжает моросить дождь но в данном случае у нас семья развилась уже до двух гнездовых корпусов снимаем медовый корпус убираем решетку и между нижним и верхним ездовых корпусов ставим разделительную решетку здесь даже рамочки трусить не надо дальше также ставим разделительную решетку еще одну и медовые корпуса и оставляем в покое наших пчел на пять шесть дней через пять шесть дней мы приходим на пасеку снимаем медовый корпус убираем решетку и проверяем наши рамки на наличие засева смотрим ага засева нет засева нет засева нет значит и матки здесь тоже нет можно брать смело этот корпус уносить на его его на его новое место и как в первом случае единственное что нам останется это подселить сюда марку а сюда мы уже знаем что здесь матка есть ну на всякий случай перепроверяем мало ли что можете на ее только тут нету погибла это прищемили как не придавить матку рамками я уже тоже расскажу на своем канале как сделать вот такие рамочки которые не давят маток все расплод здесь засев здесь есть расплод есть возвращаем разделительную решетку медовые корпуса все как вы видите и первый и второй способ они очень быстрые и не надо стоять вот это и над каждой рамочкой по 20 минут колдовать это хорошо если у вас один корпус гнездовой а если два это сколько надо перебрать это матка если она не меченая она умудряется так за запрятаться что можно по полчаса возле каждого угля стоять а то можете больше я думаю многие заметили что я как в первом так и во втором случае говорил что матку мы подсаживаем именно вновь созданный отводок а старую матку оставляем на старом месте дело в том что летная пчела которая более агрессивная более ее развиты охранные качества она следит на свое старое место и угрозы для молодой новой марки она уже не будет составлять а молодая пчела которая согревает расплод она не выявляет какой-либо агрессии новой молодой матки ну об этом всем как я уже говорил у меня есть не много видео на канале заходите смотрите ну что знал я рассказал чем мог я с вами поделился тем более дождь усилился пора прятаться с вами был олег дубовой на канале пасека у реки всем пока до новых встреч и крепкого вам всем здоровья